Канал Сплетники. Три раза в неделю. Самые горячие новости, гламурные сплетни, шокирующие слухи из мира шоу-бизнеса, скандальные истории из жизни отечественных звезд, ежемесячный астрологический прогноз для каждого знака зодиака, обзоры модных тенденций, трендовых веяний актуального стиля, секреты правильного питания и тайны неповторимой имиджа звезд. Сегодня на канале Сплетники режиссер-постановщик танцевальных шоу, хореограф, танцор Сергей Шестиперов, он же Мигель. Всем привет, это Мигель. Люблю всех. Хореографический талант парня проявился в самом раннем возрасте. Уже в 4 года он имитировал «Лебединое озеро» с подружкой перед родителями. Учиться мальчик начал в специализированной школе гармонии, а с 5 класса в профильной школе студии «Фуэте». Все это позволило ему легко поступить в Московский университет культуры. Уже во время учебы Мигель стал активно выступать в мюзиклах. Сначала «Метро», потом «Нотр-дам-де-Пари» и «Ромео Джульетта», где у него были сольные номера. «Нотр-дам-де-Пари» тоже определенная школа и, наверное, самая главная школа хореографии и общие отношения к своему телу. На телевидение Мигель попал в 2004 году. Лично для меня работать в кино намного интереснее, чем работать на телевидении, потому что она дает больше возможностей, больше дает развернуться моему творческому потенциалу, можно так сказать. Первым его проектом стала «Фабрика звезд 5». Несмотря на довольно посредственные вокальные данные, парень смог поразить жюри своим артистизмом и танцем, что сделал его одним из участников. Тем более, что с руководителем этого сезона, певицей Аллы Пугачевой, парень уже был знаком. Он ставил хореографию и некоторые номера для ее рождественских встреч. До финала на «Фабрике» он дошел, но не выиграл. После окончания шоу и годового турне парень понял, что никому не интересно его вокальное творчество, решил сосредоточиться на танцах и хореографии. Благодаря участию в «Фабрике» его стали приглашать на различные мероприятия, концерты и модные показы, а позже и в кино, на съемки видеоклипов. И уже не только в качестве артиста, но и хореографа. Просто мат применять его, когда ты посылаешь человека куда-то, напрямую на репетиции или что-то, это, конечно же, непрофессионально. А там приукрасить свои определенные высказывания, то да. Не обошлось, конечно же, и без небольшого скандала. На «Пятой фабрике» в «Мигеле» была влюблена Лерика Голубева, но она была отвергнута, он мотивировал свой отказ своей нетрадиционной ориентации. Тогда Руслан Масюков, участник из Твери, решил воспользоваться ситуацией и затеял обнимашки прямо во время записи. Эта сцена чуть не попала в эфир. Говорят, что Константин Эрнст, мягко говоря, был очень недоволен и отправил сладкую парочку к психологу. Писали, что потом они были вынуждены встречаться тайно. Новый мощный виток карьеры «Мигеля» дал мюзикл «Майданс» на канале Интер в 2011 году. Там он был главным хореографом и музыкальным продюсером. Он, кстати, попал в книгу рекордов Гиннеса как самый масштабный и массовый мюзикл в мире. И потом на фэллоу вступайте. А в 2014 году артист практически прописался на канале ТНТ в новом ультрамодном шоу «Танцы» в качестве ведущего, хореографа, наставника и члена жюри. Годных у меня нет, они случаются очень редко. По словам самого Мигеля, по-настоящему отдохнуть и расслабиться он может только на Мальдивских островах. Так, чтобы никто не мешал, только он, Море и, может быть, Плейстейшн. А настоящее удовольствие он получает только танцуя, а вот собственный голос ему совсем не нравится. Сейчас Мигелю приписывают романс эпатажной девушке Анастасии Вядро, участнице проекта «Танцы». Спасибо за то, что вы были со мной сегодня, мне было очень приятно. Желаю вам, чтобы ваш каждый день заканчивался вот так. Канал «Сплетники» желает Мигелю успехов в его нелегком труде в постановке танцев. Если вам нравится шоу «Танцы», жмите палец вверх. Подписывайтесь на «Сплетников». Самые интересные впереди. Субтитры сделал DimaTorzok